Зимние мабочки продолжают радовать детей и их родителей. Ежегодная выставка детской живописи из-за студии «Рижеко» Зеленогорского парка открылась в городской библиотеке Зеленогорска. Работа ребенка интересна родителю, бабушке, дедушке, но есть такие работы, которые хочется показать. И мы благодарны библиотеке, что такая возможность есть в большом профессиональном зале увидеть свою работу, висящей, и увидеть в книге отзывов отзывы, которые направлены персонально автору. Это очень приятно и это очень вдохновляет маленьких художников творчества. Натюрморты, работы с натурой и просто фантазии. Изначально выставки «Осенние мабочки» устраивались в мамином клубе, объединяя формат творчества мам и их детей. Позже мероприятие трансформировалось в выставки детских работ. Это уже десятая юбилейная выставка. На этот раз в ней представлены порядка 50 работ в разных техниках. Называется эта картина «Черная речка». Изображена на ней правда черная речка. Это мы рисовали не из головы, а на черной речке за три занятия. Я рисовал много натюрмортов, копии Мане делал. Ну вот это вот, наверное, мой единственный пейзаж. Как правило, если ребенок занимается с детства изобразителем искусства, совсем с малышей, то он по-другому относится к искусству. Он чувствует искусство по-другому. Нет шаблонов, нет стандартов. Самый волшебный возраст, наверное, детский – это 6 лет. Когда очень яркие цвета, сочные цвета. Это стадия Матисса. И Матису именно нравились детские работы. Они вдохновляли его на его творчество, на его работы. Название из-за студии «Рижи Ко» расшифровывается как рисунок, живопись, композиция. Занятие в ней по-прежнему проходит под руководством члена Союза художников чуткой и внимательной Стеллы Александровны Шиповальниковой, которая знает, как увлечь и заинтересовать ребенка, а также легким и доступным языком говорить с ним об искусстве. В этот раз на выставке присутствовали представители мира искусства и педагогики из Петербурга, а также известный художник, старейший преподаватель Зеленогорского дома творчества Александр Визеряка.